Привет, друзья! Хорошенько изучив этот смартфон, я готов поделиться своим опытом использования и сказать, что в нем хорошего или плохого. Без лишних слов, начинаем! Чем он в первую очередь покоряет? Конечно же своей производительностью. Это его киллер-фитча. Кроме того, у него есть и другие важные фишки, но начнем с самого главного. Производительность. Вот на что сделали ставку в этом смартфоне. Вдумайтесь, Snapdragon 860 в середняке, можно сказать. Вот вам для наглядности он в Antutu в сравнении с другими смартфонами. Да, наш смартфон затесался между флагманами по производительности, между Snapdragon 855 и 865. Это что-то. Касаемо прямой пользы от этого, конечно, быстрая и плавная работа, шустрое открытие приложений и запас на будущее. Экран в 120 Гц и тач в 240. Все это намекает на доступный игровой девайс за смешные деньги. Например, я не один час поиграл в мобильные танки, выставив максимальную графику, кроме некоторых там параметров типа травы и HD текстуры. Игрушка тяжелая, кто играл тут в курсе. И тут важна плавность. Сколько я не играл, все по силам смартфону. И троттлинга я не ощущал. Нагрев совершенно умеренный. Специально без чехла играл, чтобы все это ощутить. Совершенно в пределах нормы все. Если говорить о других играх, то вот вам Real Racing 3. Тут будет 60 и больше кадров. А вот Genshi, которую я специально установил. Это здоровенная игра, почти 8 гигабайт. Она очень тяжелая и тут FPS всегда стремится к 30 кадрам. Хоть я вижу, что загрузка CPU и GPU далеки от максимума, как и нагрев. В этой игрушке я впервые и не нашел настройки качества. Видимо тут все автоматически и лог на 30 кадрах. Но так все играбельно и конечно красиво. Хоть хотелось бы немножко больше кадров. В Stand Off 2 тоже все очень плавно. И вообще, какую бы игрушку я не включал, все идет хорошо. Есть ли троттлинг? Да, есть. Вот через 30 минут троттлинг теста такой результат. При этом я не могу сказать, что смартфон сильно греется. 60% от стартовой производительности осталось. Но потом, уже после обновления, вот такую картину я увидел. И ситуация стала лучше. Так что Xiaomi улучшает аппарат обновлениями и мы это видим. А есть ли игры, в которых может ощущаться троттлинг? По глобальным тестам, да, есть. Но не критично. В некоторых играх могут быть мелкие просадки. Но использовать такой смартфон, как бюджетное игровое устройство, без проблем можно. Только помните, что это вам не специгровой девайс с самым мощным процессором на рынке и специальной системой охлаждения. Это довольно недорогой для такого железа девайс с некоторым упором в производительность. Вот и все. Окей, что в нем еще примечательного? Конечно же дисплей. IPS на 120 Гц. Да, я их сразу включил, так как возвращаться к прежним 60 Гц у меня нет ни малейшего желания. Как говорят, к хорошему, а в нашем случае к плавному, привыкаешь быстро. У меня Mi 10T Pro и там 144 Гц. И я кайфую. Кстати, между 120 и 144 Гц уже разницу не так-то и легко заметить. А вот между 60 и 120 Гц это небо и земля. Экран поддерживает HDR и это заметно при воспроизведении видео. 120 Гц в Ютубе автоматически переключаются на 60 Гц, ведь видео не более 60 обычно и адаптивная герцовка экономит заряд батареи. Дисплей ближе к натуральным цветам. Мой Mi 10T Pro чуточку более насыщен под цветом, но чтобы это заметить, нужно очень сильно присматриваться. Но в настройках пользователь может добавить насыщенности при желании и все будет отлично. Кстати, дисплей у меня Tianma. Они, судя по форму 4PDA, попадаются чаще, как видите. Хитрые Xiaomi скрыли этот пункт в инженерном меню, хотя раньше он был. Нужно ухищряться, чтобы посмотреть. Есть еще более премиальный дисплей, как пишут пользователи Huaxync, если я правильно прочел. Но насколько это правда, не могу судить. Но и Tianma неплох, по-моему, и я бы не заморачивался этим, если честно. Говорят, Huaxync только в начале ставили, сейчас их почти нет на рынке. Вот такие хитрые Xiaomi. И, кстати, радует, что можно подправить баланс белого по своему вкусу. Убрать немного розовинку, например. Дисплей IPS, как известно, не имеет шим. Или имеет его очень немного. Что ж, давайте проверим. Норма 5-10%. На минимальной яркости у нас 0,66% пульсации. На 50% у нас 0,7% с лишним. На 20%, где амоледы дают наибольший шим, у нас около 0,5%. Если выставить 0, то датчик у меня ничего не ловит. Вот такая тут хорошая минимальная яркость. Что касается максимальной яркости, то, конечно, он уступает немного амоледам. И даже некоторым IPS. На улице хотелось быть чуточку ярче. Но могу сказать, что хватает. И все очень даже неплохо. Далее я хочу рассказать о своих ощущениях по поводу дизайна и эргономики. Я, конечно, понимаю, что ко всему привыкаешь. И со временем перестаешь замечать. Да, это так. Но лично я не очень люблю фронталки в смартфонах по центру сверху. Гораздо удобнее и не так напрягает, если камера в углу в левом. Но тут так же, как и у младших Redmi, глазок посредине. Дело вкуса, как говорят. Также прошу обратить внимание на то, что есть пленка на экране. А пленку Xiaomi ставят добротную. Мне, например, очень нравится, что достал смарт из коробки. А там и чехол, и пленка. И не нужно идти в магазин и искать что-то сразу же. Походу покажу вам чехол. Но сейчас о корпусе парочка мыслей. Корпус у нас, конечно, пластиковый. Это экономия. Но скажу сразу, очень красивый. С большим логотипом Poco. Прикольно придумали. Матовая спинка по краям. И глянцевая полоска посредине. В таком цвете он выглядит подороже, например, чем обычный Poco X3 в синем цвете. Хоть опять-таки это дело вкуса. Смартфон не малыш. Все же экран, как некий стандарт, уже на 6,67 дюймов. И вес целых 217 грамм. Нужно к этому быть готовым. В некоторых пользователей может сначала быть некий дискомфорт. Но опять-таки ко всему можно привыкнуть. Камера традиционно выступает. И ее призван перекрыть вот этот чехол. Обычная прозрачная силиконка. Желтеющая через 4-5 месяцев. И по-моему здорово портит внешний вид. Как вам пишите. Кто-то захочет купить модный чехол, но этот будет для старта, чтобы не ушатывать пластиковую крышку сразу. Отверстия возле камер с этим чехлом будут забиваться пылью, так что ищите желательно без них. Далее внизу у нас удачное расположение входа под наушники. Да, он тут есть. Type-C по центру и динамик в удобном месте, чтобы не перекрывать динамик, когда смартфон в руках в горизонтальном положении. Да и в вертикальном тоже не перекрыть. Отпечаток пальца на торце и большой палец очень удобно ложится на него. Прямо отлично. Распознавание точное и скорость очень-очень хороша. Особенно после установки последнего обновления, так что обновляйтесь. Лоточек у нас на две симки или на одну и карту памяти. Карты редко кто сейчас использует, потому что память у смартфона UFS 3.1. Быстрая память и такая далеко не в каждом смартфоне. А флешкой можно, кстати, это все дело немного замедлить, так что учитывайте. В моем случае это 6-128 гиг. Есть еще версия 8-256. На нашей пластиковой лакированной рамочке сверху красуется инфракрасный порт. И я уважаю Xiaomi за то, что они не убирают его. Это их фишка. Телеком управлять тоже иногда удобно, особенно где-то в кафешке. И акустическое отверстие также здесь. Кстати, что касается звука. Стерео вполне приличное стерео и достаточно громкое. По частотам также нет проблем. Спинка вибрирует при громком воспроизведении. Вот вам в доказательство зернышки пшеничной крупы. Знатно танцуют и показывают прям брейкдэнс. Но не спешите ругать за это смартфон, говорю вам как музыкант. Ведь таким образом корпус выступает в роли резонатора. Без этого звук был бы более плоским, даже с таким же самым динамиком. Но без такого корпуса с крышкой. Учтите это. В общем, звуком большинство людей останутся довольны. Чисто, громко и даже некий низ есть. Наушники беру не пищалки, а лопухи, чтобы запас громкости испробовать. И мне понравился звук. Достаточно громко, сочные низа, даже с пережатого ютуба. В общем, в новые, не самые бюджетные процессоры, звук неплохой встраивают. А теперь не случайно. Я хочу показать вам, что с ним еще идет в коробке, кроме чехла. Здоровенный блок быстрой зарядки на 33 ватта. И кабель с соответствующей пропускной способностью для нашего смартфона. Такой же зарядник и кабель у моего Mi 10T Pro. Наборчик для зарядки, в общем, флагманский. За полчаса смартфон заряжается на 48%. От 0 до 100 за 1 час и 4 минуты. Что очень хорошо для смартфона с такой банкой. И я кайфую от скорости зарядки. Это действительно удобно, особенно если куда-то спешишь, а подзарядить нужно. Примерно 1,5-2 дня точно можно получить при умеренном использовании. А при активном с утра и до глубокой ночи. На 8 часов экрана можно точно рассчитывать. Это для смартфона очень важно. И тут его плюс. А кум целых 5 тысяч 160 миллиампер. И респект вам Xiaomi. Немаловажный момент это связь. К GSM связи претензий нет. Wi-Fi также ловит хорошо. Но вот еще очень важный момент в Xiaomi. Датчик приближения. В моем Mi 10T Pro, например, и в Redmi Note 10 Pro, нет классического инфракрасного датчика приближения. Там технология ультразвук плюс гироскоп. А в Poco X3 Pro Xiaomi решили уже не экономить на этом от греха подальше. Я это очень просто определил. Достаточно наклонить смартфон спинкой вниз. И с ультразвуком, если подносить ладонь, экран не гаснет. А здесь, как видите. Но если уж точно нужно убедиться, можно просто навести камеру другого смартфона во время разговора. И Эврика. Вот он мигает родимый. Можно констатировать, что здесь датчик лучше, чем те программные, которые Xiaomi пытается использовать. И действительно, во время разговоров у меня не было никаких проблем. Все отлично. Теперь давайте поговорим о камерах. Смотрите. Есть такой смартфон, как Poco X3 NFC. Там другой проц, но и модуль основной камеры другой. И, внимание, он лучше, чем у нашего героя. AMX 582 на 48 мегапикселей у нас. Когда у обычного X3 NFC ставят AMX 682 на 64 мегапикселя. Сверх ширик у нас 8 мегапикселей f2.2 и уже менее важный макро модуль на 2 мегапикселя и для глубины резкости. И теперь мы понимаем, на чем Xiaomi немного сэкономили. И что-то ведь нужно было урезать. Но все ли так критично? По сути, это средняя камера для среднебюджетного смартфона. И люди, которые хотят отличную камеру, будут покупать уже что-то из флагманов. Или же накатывать Google камеру, чтобы немного улучшить ситуацию. Я не сторонник костылей, потому мы сейчас будем наблюдать сток. Сколько я не фоткал днем, камера показала себя просто отлично. Чтобы немного испортить качество, нужно уже более сложные условия освещения. То есть меньше света, например, в помещении. Ну и тут, если не сравнивать лоб в лоб с более дорогим смартфоном, то качество тоже неплохое. Можно включить 48 мегапикселей. Но глядя на эти два фото, я понял, что толку немного. Справа у нас 48 мегапикселей, слева обычные 12. Так вот, намного больше шумов там, где 48 мегапикселей. И хоть и деталей можно найти побольше. Но мне, например, больше нравится фото 12 мегапикселей. И если не смотреть под микроскоп, то отличие вообще тяжело будет заметить. А вот весит фото 48 мегапикселей в три раза больше. Какое из этих фото вам нравится больше, можете описать в комментариях. Я думаю, почему-то, что я не один такой. А вот основной модуль и сверхширик. Как видим, справа кадр ощутимо шире. Это может пригодиться где-то в поездке. И пользоваться этим желательно только днем. Где мало света, сверхширик можно даже не включать. Основной модуль, конечно, лучшее. Что днем, что ночью. Но все равно. Есть и хорошо. И на туче обратите внимание, где сверхширик отчетливо видны засветы. На основном их нет. Ну а вот наглядный пример, почему двухмегапиксельный макромодуль это баловство. Да потому что сравните качество его и основного модуля. Если при желании сделать кроп с основного модуля, то будет лучше. Просто посмотрите на структуру кактуса, где зеленая часть. Макромодуль сливает по полной. По сути, маркетологи пихают макромодуль сюда для хомячков. Истинным любителям фото он не пригодится. Лучше бы без него и основной модуль получше. Но вот такие законы жизни. Было бы меньше камер, чем в остальных, было бы меньше продаж. Ночные фото меня также порадовали. Да, есть шумы, но все же намного светлее даже, чем было в реальности. И качество для соцсетей, как говорится, с головой. Да, он проиграет современным флагманам. Но я не могу сказать, что камера плохая. Все на достойном уровне. Тест съемки видео, 4К 30 кадров. Очень поздний вечер. Уже темно на самом деле, почти что. Вот только солнышко там, где-то далеко за горизонтом. На самом деле камера сейчас делает светлее картинку. И качество на телефоне нормально. Но я все равно вижу дикие шумы. Понятно, потому что тут полная темнота, почти. Луна. Вот такое у нас качество съемки. В принципе, ожидаемо. Тест съемки видео уже днем. На этом же месте почти. Вот. И мы видим, что динамический диапазон немножко не такой, как на флагманских смартфонах. Вот поднимая вверх, там, где очень светло. Видим, что внизу темнее, чем могло бы быть. Ну, если бы смартфон стоил на баксах сто дороже. Значит, электронная стабилизация. Оптической стабилизации нет. И максимум у нас, как я говорил, 4К 30 кадров. Кстати, легкий ветер. И можете слышать, как отрабатывает шумодав. Вот такая у нас тут обстановочка. Зелень. Все красиво. Вот такая весна. Что ж, друзья. Poco X3 Pro, безусловно, очень интересный смартфон. И четко занимает свою нишу. Я остался доволен его быстродействием, автономностью, особенно производительностью в играх. Порадовала функциональность и быстродействие. А такой маленький, но значимый элемент, как нормально работающий датчик приближения, это вообще супер. В общем, все в нем довольно хорошо за его деньги. На рынке куча примеров с намного более высоким ценником, с такими же возможностями и железом. И, кстати, цену на него можно посмотреть в описании. Традиционно. Кому же он подойдет? Конечно же, геймерам легко. Есть некий задел на будущее, даже в этом плане. Также любителям быстрого отклика приложений. Вкупе с высокой герцовкой экрана, это по ощущениям еще его больше ускоряет. И, конечно же, людям, у которых нет возможности находиться недалеко от розетки постоянно, поскольку батарея порадовала. Ну, а так, в нем есть все, что нужно. И NFC, конечно же, в том числе. Ну, и брал бы я его себе лично. Нет, я как блогер ценю камеру. И мне нужны, как минимум, 4K 60 FPS в видео, причем качественно. Даже не так фото, а именно в видео. И для кого камера не первостепенный инструмент в смартфоне, то, пожалуйста, достойный вариант. Не знаю, также, как пластик поведет себя под чехлом со временем, но явно хуже, чем стекло. Ну, зато стекло побить легче. Ну, и глазок камеры на довольно видном месте меня тоже немного смущает, если уж сильно придираться. А так, в остальном, отличный аппаратец, я думаю, что можно брать. Вот все самое главное. И не зря он настолько интересует пользователей, и, можно сказать, даже наделал шуму. Друзья, я и дальше буду показывать вам самые интересные смартфоны. Знаете почему? Потому что проходные меня не сильно интересуют, просто нет времени на них. Ведь я веду еще один развлекательный канал по сборкам ПК. Если вам интересно и эта тематика, то подписывайтесь и сюда, и туда. Вот прям две плашки на экранах перед вами, смело нажимайте и в описании. Так что, друзья, подписывайтесь и до встречи.